всем привет с вами вести на канале кукушоу меня зовут виталий и мы начинаем и первая сегодняшняя новость заставляет задуматься о чем она о том что ученые государства университета томска провели впервые в россии исследование рыб на загрязнение микропластиков и что было обнаружено а то что мы в этом компоненте увы лидирует его главный вопрос откуда этот пластик оказывается в реках я знаю что для многих сейчас ответ знаете тут же родился что это техногенный фактор что это предприятие организации ну то есть вот кто-то какие-то большие дяди но это не так это бы товарищ и подобные фото материалы можно прикладывать просто бесконечно потому что это везде это повсеместно это надо исправлять не исправлять первую очередь вот рыбакам какой-то поменять в себе мнение что ли прекратить природе относиться вот так вот не знаю похабно хамски плохо в общем хотелось бы чтобы результаты этих исследований доказали бы всю серьезность ситуации и наши власти выделили бы средства на пропаганду правильного отношения к природе звучит как-то глупо вроде пропаганда правильного отношения но похоже это надо все-таки у нас люди любят пропаганду уж увы так и есть и прям хорошо ее кушают может быть так и сработает и в этом случае и это действительно полезное и нужно наконец-то будет а следующая новость у нас положительные в общем в москве был задержан один очень нехороший человек который занимался контрабандой краснокнижных птиц птицы были забраны из естественного места питания то есть ямало-ненецкий округ и это сапсан кстати да тот самый сапсан которым называется поезд очень быстро а знаете почему потому что сапсан это самая быстрая птица она может развивать скорость до 300 километров в час но не это я думаю побудила вот этих вот злодеев на их злодеяния а побудила их стоимость на черном рынке так именно она составляет 10 тысяч долларов за штуку то есть ну 700 тысяч наших рубликов за одного а побаловать себя такими птичками любят арабские шейхи в основном ну и другие очень состоятельные люди потому как эти птицы по-настоящему в природе находится действительно на грани вымирания и ну мы сами понимаете как она у нас все происходит но здорово что он был пойман этот человек и в принципе это итог целого расследования то есть полицейским прям было установлено там слежка за ним за всем процессом как он там привозил это в москву все 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 в кучу и вот прямо вот захлопнули как говорится его с поличным прямо в квартире у него в спальне в шкафу были прямо клетки со всеми птицами животными и даже там гает еще какие-то были животные краснокнижные но суть такая слава богу что он пойман сейчас ученые думают как можно вернуть их обратно в природу в дикую а этому товарищу грозит до 8 лет лишения ибо нехер воровать а следующая новость у нас об охоте так вот вы можете было зафиксировано более 500 нарушений среди охотников так вот эти нарушения были зафиксированы в ходе масштабной проверки а вы знаете что у нас ну страна одна если в одном регионе начались такие проверки могут быть и в разных ну и тут хочу напомнить что если вы начинает транспортировать дичь то вы должны внести ее в путевку зачастую охотники вот именно с этим немножко не справляются поэтому просто хотел этой новостью немножко освежить в памяти вот это правило и сказать товарищи начинаем все заполнять правильно потому что при проверке там останавливался по 300 автомобилей и так далее и так далее так что мало ли что помним лучше перебдеть чем не добдеть вот и подходит к концу наш экологический новостной выпуск сегодняшний у нас такая получилась сегодня программа прямо за экологию за природу но это ведь здорово поэтому не забываем ради этого и прямо лайкануть дополнительно экологично лайкануть правильно помните же ну и остаемся с нами подписываемся давайте товарищи до новых встреч пока